Выставка современного искусства Татарстана продолжает свою работу в Музее изобразительного искусства 20-21 веков. Она посвящена 85-летнему юбилею Союза художников Татарстана. В экспозицию вошли более 40 произведений живописи, графики, скульптуры и предметов декоративно-прикладного творчества. Это лишь срез современного искусства республики. Цель организаторов выставки – познакомить зрителей с тематическим, жанровым и стилевым богатством многонационального искусства Татарстана. Татарстанское искусство, она декоративная, больше там присутствует. Она отличается от других регионов. Если наш регион, он такой более хмурый, сероватый, художники пишут, ну что там у них вот такое развитие. А у них ведь все это идет от тех времен еще, когда вот это от вышивки, у них эти костюмы такие яркие. И вот цвета произошли от всех вот этих таких ярких костюмов. То есть яркий, красочный колорит национальных костюмов нашел отражение в живописи художников Татарстана. На выставке представлены также удивительные экспонаты современного декоративно-прикладного творчества. Шкатулки Юрия Павлова, Сабантуй и легенда озера Кабан. Происхождение вообще этого озера. То есть долгое время говорили о том, что там было очень много камышей и водились дикие свиньи. Ну и вот как раз вот отсюда вот как бы называется, да, озеро Кабан. Еще неизвестно было, что был такой князь Кабанбек. И когда напали на Волжскую Булгарию, хан Тон как раз вот напал, и единственный выживший вот этот вот был хан Кабанбек. Он весь истекал кровью и внезапно он выходит к вот этому вот прекрасному озеру. И как бы вода была там очень целебная. По легенде, хан омывается водой и исцеляется, после чего остается жить на берегу озера. Строит там замок. Еще одна легенда гласит о том, что когда войско Ивана Грозного напало на Казань, то вся ханская казна была утоплена в озере Кабан. Эти истории и отображены на шкатулке. Выставка продлится до 24 октября. Продолжение следует...